Что такое вирус? Вирус – это инфекционный элемент, у которого нет клеток. Вирусы представляют угрозу для любых организмов. В основе вируса содержится вирусная частица – вирион. В ее состав входят микромолекулы, несущие в себе генетическую информацию – ДНК, РНК. Также в вирионе содержится защитная белковая оболочка и жировая. Откуда берутся вирусы? Точно установить происхождение вирусов невозможно, но есть три наиболее распространенные причины. Гипотеза клеточного происхождения, регрессивная гипотеза, гипотеза коэволюции. Сторонники первой гипотезы уверены, что вирусы раньше могли быть частью какого-то крупного организма, входили в состав его макромолекул. Некоторые части ДНК, например, могут передаваться от одной клетки к другой. Регрессивная гипотеза предполагает, что вирусы прежде паразитировали в других клетках, затем ненужные гены были утрачены. Гипотеза коэволюции указывает на то, что вирусы появились одновременно с первыми живыми клетками на нашей планете. Они образовались из нуклеиновых кислот и белков. Распространение. Каждому вирусу для размножения требуется живая клетка. При этом, обнаружив такую клетку, вирус проходит через несколько этапов. Прикрепляется к клетке хозяину, проникает внутрь клетки, избавляется от своей белковой оболочки, начинает размножаться путем создания большого количества копий самого себя. Вирус буквально собирает образованные частицы воедино, может покинуть основную клетку после ее разрушения. Также они могут быть как специфическими, так и иметь широкий круг хозяев. Возвращаясь к вопросу о том, что произойдет с вирусами, если люди перестанут выходить из дома, стоит прояснить несколько моментов. Вирусы полностью не исчезнут. Например, ученым удалось уничтожить два типа вируса полиомилита из трех. Их не обнаруживали на протяжении многих лет. Большинство из них может размножаться в организме животных. Но полностью избавиться от вирусов не представляется возможным. При этом геномы одних вирусов могут взаимодействовать с другими. Полностью исчезнуть вирусы не могут. Для этого необходимо, чтобы они передавались только от человека человеку. Но большая часть вирусов живет и в организме животных, например, в избудителе птичьего и свиного гриппа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова